Как быть, когда говорят «полюби себя»? Это значит, что надо заткнуть уши и убежать от этого человека, который так говорит. Потому что это ложь. Человек не может полюбить себя. Любовь – независимая вещь. Себя полюбить невозможно. Можно только делать добрые дела, и любовь к себе приходит сама немедленно. Ты сделал хороший поступок – сразу раз, и в сердце появилось счастье, что ты его сделал. Означает уважение себя за этот поступок. Себя можно уважать только за поступок. И ненавидеть себя тоже можно только за поступок. Например, ты плохой поступок сделал, тебе плохо вот здесь стало. Надо раскаиваться, надо понять, что это тоже уважение к себе. Когда ты уважаешь себя, ты сделал плохой поступок, ты раскаешься за него. Если ты не хочешь себя знать, то ты обманываешь себя, говоришь, «Я солнце, я большое светлое солнце, я сияю все больше и сильнее, 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 сильнее». Ты солнце, зачем морду ты там удал человеку? За это ответишь – вот и все. Хоть солнце, то хоть не солнце. Само внушение, веды говорят, все виды психологических прав и прав, спасибо вам большое, подтвердили, кто там чекнул. Вот. Все эти виды психологических, кто-то сильно так, смачно чекнул, подтвердил. Вот. Еще. Вот смотрите, все начали чекать и кашлять сразу. Это знаки, знаки. Ведах описаны, есть знаки, которые показывают, что это так. Смотрите. Гром. Ты сказал слово «гром, гряну, знак». Такие совпадения есть. Смотрите. Ведах говорится, что когда человек совершает хороший поступок, он награждается чувством уважения в себе, чувством собственного достоинства. Когда он совершает плохой поступок, он награждается в сердце неудовлетворенностью. Когда человек уважает себя, он немедленно эту неудовлетворенность начинает уничтожать с помощью раскаяния, прощения. Ну, то есть это называется проищита, то есть какая-то аскеза должна совершиться. Можно поститься там, еще что-то делать. Иногда в сердце неудовлетворенность приходит, потому что ты в прошлом совершил плохой поступок. ни с того, ни с сего, и внутри плохо, значит, сегодня ты должен совершать эту прощиту. Значит, раскаивайся, ходи, всем желай счастья, думай о Боге, попытайся снять с себя вот это вот. Все эти практики визуализации, самовнушения, что я хороший, я себя люблю, это всё просто такой жестокий обман. Потому что когда человек эти все вещи делает, он на самом деле просто дурит себя, и всё. Потому что там-то ничего не изменилось. Потому что человек идёт или счастливой дорогой к жизни, это называется удача, или несчастной дорогой. Как эту дорогу определить? Вот здесь всё нарисовано. Если ты чувствуешь счастье здесь, такой, знаете, как вот радость за свою жизнь, значит, ты идёшь хорошей дорогой. Если чувствуешь тревогу здесь, трудности какие-то, значит, ты свернул на плохую. Ну или судьба тебя повернула, или плохой поступок. По-любому надо очищать своё сердце в это время. Больше. Но на всякий случай надо каждый день очищать своё сердце. Вот сегодня у меня снился плохой сон. Ведь я ночью, утром просыпаюсь, и помню этот плохой сон. Пришёл какой-то человек, сказал, что ты пойдёшь плохим путём, иначе он тебя прибьёт. Говорю, лучше прибей меня. У меня плохим путём не пойду. Ни за что. И он начал меня шантажировать по-всякому, там, всё прочее. Такой сон. Я проснулся, так плохо мне не стало. Он начал молиться, чувствую, карма какая-то вышла изнутри. Надо молиться. Молился, молился, смочился. Молился, молился, и раз, и встал. Есть такой метод тоже. Я знаю, чёрный мальчик есть такой. Но лучше молиться. Но этот метод не помогает, кстати. Так, надо просто победить судьбой, всё. Вот взять, сесть и победить, и всё. Легко сразу становится, всё. Побеждать просто судьбой, всё. Видите, почти на все вопросы. Тоже вопросы. Чего нужна йога? Хороший вопрос. Есть несколько видов уникальных систем оздоровления. Несколько видов всего. Вот их очень мало, но их надо запомнить. Запомните, динамические упражнения предназначены только для того, чтобы повысить тонус, для работоспособности. А статические упражнения предназначены для здоровья и воспитания себя. Поэтому йога является уникальной гимнастикой. Она даёт человеку возможность быть здоровой. Йога означает статические упражнения. Застыл в одном положении и лежишь, и дышишь, привыкаешь. Понимаете? Потому что в это время пробиваются тонкие каналы. Они именно болеют. А потом болезнь выходит наружу уже. Поэтому с помощью такой гимнастики человек продлевает свою жизнь, сохраняет себе здоровье. Следующее — это дыхательные упражнения. Для того, чтобы победить стресс, человек должен знать, как дышать. Если он правильно выбирает дыхание, то он может полностью вывести энергию психического напряжения из себя, победить психическое заболевание, победить стресс, победить все плохие черты характера с помощью дыхательных упражнений. Следующее — это крии. Что такое крии? Это наука о том, как чистить язык, чистить нос, делать клизмы и так далее. Очищать свой организм, потеть, как правильно потеть. Это тоже является золотым правилом здоровья. Следующее — это земля. Ходить по земле, любить землю, относиться к ней с уважением, работать на земле дает очень кучу здоровья человеку, спокойствия. Земля успокаивает человека, делает его стабильным, психически уравновешенным. Женщины часто бывают психически неуравновешенные, а-а-а, значит, не хватает земли в жизни. Возьмите себе тазик, наберите землю, землю по тем деревам, которые вы любите. В тазик ножки ставьте, и вы будете успокаивать. Даже от маленького количества земли она будет соединять со всей землей. Сразу будет спокойствие. Дальше. Воздух дает человеку силы. Дышать свежим воздухом — огромное, мощное воздействие на здоровье человека. Дышать не означает, куда-то бежать. Дышать означает молиться, отдавать, желать счастья всем. И дышать, стоять на свежем воздухе, означает получать силу. Вода дает человеку гармонию с другими людьми, умиротворяет его в отношениях. Если у тебя нет гармонии, обливайся водой, а лучше закаляйся, или купайся в речке, в озере. Понимаете? В бассейн. В бассейн. В бассейн — это тоже вода. Но это уже не та вода. Можно в бассейне. Но надо выбирать по возможности. Понятно, что бассейн тоже хорошо. Это тоже хорошо. Но лучше река, еще лучше озеро, лучше озеро, еще лучше река, еще лучше священное место, священный источник. Дальше солнце предназначено для того, чтобы побеждать трудности. Оно дает радость человеку, оптимизм, позитивное мышление. На солнце нельзя лежать голой пупой вверх. Загорание — это оскорбление солнца. Потому что на солнце можно только заниматься йогой, допустим, заниматься зарядкой, желать всем счастья в это время, быть на солнце. На солнце надо двигаться. Но если ты сел на солнце, допустим, или лег, то ты должен закрыть все места, которые связаны с похотью. Зачем? Потому что когда солнце туда попадает, она через этот светсолнечный свет не должен попадать на эти места. Потому что когда она туда попадает, немедленно вырабатывается энергия, разрушающая жизнь человека. У него появляются вредные черты характера, вредные привычки, вредные наклонности. И это называется дошепита, то есть энергия, которые разрушают человека и дают ему воспалительные процессы в организме. Следующее — это деревья. Они дают человеку возможность победить трудности. Деревья имеет огромную силу. Это сил. Деревья — это сила. Да ты очень уважаешь лес, гуляешь по лесу. Тут твои трудности проходят просто от того, что ты движешься по лесу. Все проблемы, трудности встают на место просто от того, что движешься по лесу. Но не бежишь по нему быстрее, туда-сюда, и не пытаешься ему грабить, там, что-то сломать, что-то сделать с ним, или собирая там что-то в лесу. А просто уважаешь лес, желаешь ему счастья, планируешься мысленным деревьям. Они дают тебе силу. Кто из вас хоть раз за последний год сходил по лесу в таком настроении? Поднимите руку. Ну-ка, чуть-чуть порой ушел. Олег Геннадьевич, а православная религия не приветствует занятия йогой? Это как? Что не приветствует? Занятия йогой. Ну, хорошо. Православная религия не приветствует занятия йогой. Но вы должны знать, что не бывает такой веры, в которой бы не было того же самого. Я вам могу это очень легко доказать. Когда вы приходите на православную службу, что вам надо делать? Стоять. И стоять неподвижно. И что в это время делать? Молиться Богу. Это и есть йога. Вот как хотите, понимаете мои слова. Это то же самое. Есть такие упражнения. В йоге стоять неподвижно и молиться Богу. Все. Или вам надо сидеть на коленях и молиться. Это то же самое. Та же самая йога. Вот и все. В это время происходит лечение человека. И он выздоравливается. И он выздоравливается просто таким методом. Поэтому каждая вера, она самодостаточна. Если вы очень серьезно следуете ней, то даже вы не знаете о том, что это так, и вы таким образом выздоравливаете. Допустим, в православной вере есть такое понятие, как купаться в проруби, освящение, то есть крещение себя, освящение своей жизни очень полезно для здоровья также. Или посты. Это очень полезно для здоровья. Или кланяться Богу. Это тоже очень полезно не только для сердца, но также и для здоровья. И человек должен кланяться не самому себе, а Богу, понимаете? И ведические гимнастики, они все с молитвами делаются. Человек не должен просто стоять и кланяться, как дурак. Он должен молиться в это время, понимаете? Это описывается. Есть, допустим, гимнастика сурья намаскара. Это упражнение, которое дает силу солнца человеку. Все с молитвами делают. Вот и все. Древняя культура означает. Все похоже. Нет никаких проблем. Почему православным надо йогой заниматься? Чтобы у них не слилось православие. Чтобы они в своем направлении двигались и все. У православных людей есть много способов, как лечиться травами, лечиться молитвами, то же самое все. Лечиться свежим воздухом, лечиться водой. Монахи как лечатся? Водой, свежим воздухом, солнцем. Они работают для Бога на солнце. Они как бы уважают природу эту и так далее. Все одно и то же. Все одно и то же. Нет противоречий никаких. Но если хочется найти, найдутся обязательно. Называется занятие. Понимаете? Это проблема. Вот мне попросили, у нас уже пора заканчивать, попросили сделать объявление. У нас есть очень хороший способ подарка, подарка людям. Это аудиокниги. То есть не всегда человек способен слушать мой гнусавый голос. Сразу. Это, конечно, привыкаешь, но нужно время. Особенно мужики, когда слушают, жена слышит, и думает, Господи, вот ты слушаешь. Вот поэтому, если уйдем к книге, то есть книга начитана человеком с хорошим голосом. Понимаете? Там говорится вот тоже с том же самым, но вот это академически начитано. Это надо кому дарить? Кто вот не хочет вот это все вот, понимаете, слушать? А просто вот в машине едет, поставил, и там вот ему с музыкой вот все рассказывается. Хороший подарок. Как-то я вижу, что не сильно оценено. Мы достаточно серьезные средства вложили, наняли хорошего человека, который будет чтивно, наниктовал, все там. Ну и так далее такой серьезный проект. Мы вижу, что не понимаете люди, что это надо. Как-то считает, что надо что-то подарить. Попробуйте такой подарок. Вот. С 16 по 29 мая 2011 года пройдет фестиваль, аэротический фестиваль «Благость» на побережье Азовского моря. Этот фестиваль проводится для тех, кто хочет погрузиться вот в эти все виды знаний на две недели. То есть жизнь по солнцу, питание освещенной пищей, с молитвами, то есть занятия йогой, занятия пранаямой, женщины учатся танцевать. У нас все женщины за две недели, кто хочет, разучивают танцы и начинают понимать, как двигаться, как танцевать. Концерты даже дают нам. Они просто занимаются полтора часа в день танцами идискими. Вот. Там есть лекции мои, я расскажу про свои методики. У нас есть целый большой курс по эрбиде, у нас есть различные другие курсы и так далее. Приезжают хорошие лектора. с утра и до вечера все занято. Не по одной программе, по нескольку. Люди некоторые не смогут даже покупаться, потому что все будет так интересно. Кто из вас ездил под Димитей? Вы покупались, нет? Один раз в Белый на Зорском море проводился. Но это очень интересно будет. Вам понравилось, нет? Да. Понравилось. Куда звонить? Телефон или? На сайте вся информация, заранее записывается, потому что мы в прошлом году не смогли принять всех желающих. А сайт какой? Сайт секретный. Торснов.ру Для тех, кто хотел и не успел пройти консультацию по здоровью, вы можете ее получить бесплатно на сайте торснов.ру Заявку делать, фотографию, мы вас будем консультировать. И у нас есть новая методика лечения продуктов питания. То есть кто не может нам приехать за помощью прислать фотографии, через месяц мы ее запустим. Присылайте фотографию, свои жалобы. Я... Вы хотите верьте, не хотите, нет, этот метод мощнейший. Я тестирую вас, подбираю продукт питания, допустим, крупу какую-то, вы ее просто дома носите на голове, и у вас проходят многие болезни, кроме онкологии. Вот какие опухоли есть, это мы не лечим. А, допустим, суставы, там, мигрени, там, аритмии, ну, такие болезни функциональные человека, все лечится очень эффективно, очень мощный метод. Но для того, чтобы воспользоваться, надо потрудиться. То есть вы фотографируете те продукты, которые мы вам советуем купить. Вы покупаете, фотографируете, засылаете нам. Я смотрю, потому что есть разные сорта, они все по-разному действуют. Сорт подходит. Вы этот продукт теперь покупаете, лечитесь, понимаете, то есть нужен какой-то обмен. И вот такая методика тоже меня попросили сделать, Славик попросил объявление. У нас, к сожалению, время с вами подходит к концу. Я очень извиняюсь перед вами за то, что я опоздал на эту версию. Вообще, как бы, я здесь повязан по рукам и ногам. Это в Омске, ну, что Татьяна, которая меня приглашает, она вообще просто такой человек, я от нее благодарен вообще от лучшей силы. Поэтому она меня заставила в апреле приемлю. У меня все запланировано, как бы. Не через неделю есть, а каждую неделю. Наверное, на 1 мая что-то не сказал уже Вячеслав на 2 мая не предъявил. в Амске, в Амске, в Амске. чтобы прям все опухоли лечились, но мы можем, то есть у нас уже есть результат, есть возможность уже это лечить, пошло дело, нам сейчас изучать все. Нет, все опухоли это организм этого человека. Ладно, значит, запомните, что у нас следующая тема будет, а у нас чистивость продолжится и потом большая отчетная правдивость будет. Ну, то есть в следующий раз будет. Когда у меня будет стерень, тогда что-нибудь прочитать. все уже знают, как желать счастья, да? Кто не знает, напомню, что этот метод позволяет восстановить свою жизнь. То есть этот метод древний. Во всех традициях, культурах, народах есть эта фраза «Я желаю всем счастья». Везде я изучал это везде. В ветрах есть такие настрои называются шанти-мантры. То есть эти настрои предназначены для того, чтобы успокоить свою культуру. То есть шанти означает мир. То есть сделать мир в своем сердце. И вот допустим такой настрой он звучит так. Сорвей баванту суки нага Сорвей шанту нера моя Сорвей бакрани пашчанту Накашчиду каба бавет Это означает Сорвей баванту суки нага «Я желаю всем счастья» первую фразу. Сорвей шанту нера моя Я хочу, чтобы все в этом мире люди обрели покой Сорвей бадрани пашчанту Я хочу, чтобы все люди вылечились и победили свою судьбу Накашчиду каба я не хочу чтобы кто-либо страдал видите про себя ни слова такой настрой мы будем только первую фразу повторять иначе мы запутаемся да я желаю всем счастья просто как достигнуть силы это благословение когда человек отдаёт благословение он становится удачливым когда удача приходит в жизнь человек когда он перестает думать о себе отрывается от себя и начинает думать о других благословляет 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 всех и удача приходит к его жизни медленно потому что удача только эта энергия текущая через человека а не зацикливающаяся на нём понимаете высшие силы могут только проходить через нас они не могут останавливаться человек должен сам отдавать чтобы приобрести какой метод надо мысленно кланяться святому человеку или книге священной мысленно кланяться с очень глубоким чувством не просто понимаете а очень глубоким чувством пытаясь победить судьбу потому что судьба не будет показывать вы будете кланяться и будет ощущение такое что как будто ничего это неправда это всё ерунда а надо пробивать судьбу потому что неблагочестие человек не даёт ему скотокировать возможности святым человек почувствовать его вкус, чистоты. Но надо стараться, надо повторять. Я желаю всем счастьем и мысленно планиться со всей силы, чтобы добиться ощущения, от которой идет благодать, от которой идет от святого человека. Стараться добиваться этого своим внутренним состоянием. Когда вы добьетесь, почувствовали, благодать пришла. То есть вы почувствуете это необъяснимое словами. Вот просто вот здесь в сердце появляется что-то такое хорошее, которое дает надежду на жизнь. Понимаете, это только святые люди могут такие вещи давать. Это просто так словами не получается. Вот пришло это хорошее и надо им наслаждаться и думать о том, куда это должно не пойти. А надо немедленно отдать это кому-то, кто нуждается. И сразу же у вас это останется. Не думайте об этом. Это не наше дело. Счастье наше, это не наше дело. Это наши награды. Награждаемся мы не сами, а кем-то. Поэтому надо просто вот так вот завести. Повторять надо, да? Сегодня я запрещу. на крыльчу, потому что собрались деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ Собрая все деньги. Видите, как собрались 500 человек и делали, что ребенку бы могли. Молодцы. Видите, какая сила тут. А я желал счастья всем и думал о нем, то есть об этом ребенке. И увидел, что как бы проблема будет в левой ноге. Там то и костный мозг оттуда будут брать, то и что я не знаю. Что проблема будет в левой ноге, не в позвоночнике. Я пытался как бы, повторял желаю всем счастья и думал о том, чтобы она прошла. И начал чувствовать, что это будто вот пошло. Что будет лучше. Посмотрим, я не знаю. Бог решает все. Я не вижу свет перед ним. Повторяйте надо очень глубокий голос. Там в глубине человека находится сила. Надо эту силу в себе открыть. Когда человек, повторяйте, я желаю себе счастья и для себя, эта сила начинает действовать в нем, функционировать. И он становится настоящим человеком. Настоящий человек это тот, кто может другим помочь. Слово. Слово это самая большая сила. Если он может сказать и все сбывается, значит он настоящий человек. Он значит использует свою жизнь по назначению. Надо тренироваться. Сейчас мы будем учиться. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастью. 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 Я желаю всем счастья. 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 У вас великая миссия на земле. Вы нас просветляете, одухотворяете, вдохновляете на новую счастливую жизнь. А всех присутствующих в этом зале поклон вам. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.